Здравствуй, друг! Сегодня мы с вами поиграем в замечательную игру под названием Black Boo, а именно черная книга. В стиме она сейчас бесплатная, но это пролог, так что если вы хотите поддержать эту игру, можете на Kickstarter зайти и поддержать. А мы пока начнем. Случай один. Давно это было, до революции еще. Тут, от Черныни неподалеку, от Батки мы не знаем. Воспитывал сироту как-то, мужик один знающий, дедом Егором звали. Ну а она все не хотела колдуньей становиться, хоть и учил он ее ремеслу своему. Замуж собиралась, за парня одного. Не помню уж, что там было, да покончил парень то с собой. Его за уградой церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну а сирота Василиса с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было на черной книге, что у Егора хранилось, открыть семь печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами то в банях да на перекрестках делаются. Ну и вышли, значит, дед Егор с Василисой на Ростынь в полночь. Запомнили? Дед Егор и Василиса вышли ночью. Игра разработана студией Матрешка. Русская игра. Это Мортрешка, точнее. Матрешка. Черненский уезд Пермской губернии, 1879 год. Не спалася, не спалася, темноноченька. Да не дремалася. Так, верну я звук назад. Ждала я тебя, дожидалася. А ты не пришел. Да не сел на лавочку тесаную. Куда же ты собрался, милый мой? От родных. До от лета теплого. Нет для тебя, видно. Ни в ходу, ни в выходу. Ё-моё, наверное, тяжело читать. Из-под сырой земли, матушки. До церковной оградушки. Тут даже нет, чтобы придержаться. Ух. Хватит! Не верю я, что сам ты с особою это сделал. С особою? Сам с собой ты это сделал. Почему она дрожит, интересно? В чем у тебя дрожит, он так и должен? Ничего, ничего. От деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. Но другого выхода нет. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. С того пути дорожки. Это целое слово, кстати. Ты спи, пока спи. А я скоро. Так, видимо, мы что-то должны делать. Свечи. Угу. Дожки свечи. Могилка. Не на святой земле его схоронили. Так. А что, тут у нас? Тут у нас, я так понимаю, ничего. Трава гола. Адамова голова. Эта трава помогает о легких ранах. Нужная вещь на любом пути дороги. Остановить 5 хп. Нормально. Так, ходим мы мышкой, я так понял. Так, нужно в чащу зайти. Идите в чащу. Нужно? Да раста не добраться или родственник. О, тут явно проверяется, как я вам знаю, слова и ударения. Солнце уж иголки золотит. Да, точно. Золотит. Что нам нужно сделать, раз у нас иголки золотят? Что, свечи? Могилка. Что я должен делать вообще, кто-нибудь знает? Или что я тут хожу по кругу? Так, так, так. Сейчас разберемся. Верхушки шумят. Зябкий ветер. Я так могу, знаете ли, вечно ходить. Искать, как верхушки золотятся и зябкий ветер. О. Я вышла в поле. Могу карту камеры крутить? Интересно. Не, не могу. Куда идем? Куда-то мы идем. О. Какая интересная камера, на самом деле. Очень забавная камера. Пролог. Как в колдуны посвящают. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую Ростынь, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам ритуал, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Осмотреться вокруг. Окей. Здравствуйте, дед. Дед, я б с радостью сейчас. Погодите, я тут займусь разными делишками. Угу. До Чердыни 16 верст. До Саликамска 12 версты. До Нырба 21 верста. Спасибо за информацию. Очень полезно. Свечи. Старые... Старые наговоренные свечи деда Егора. Позволяют чертить круги, защищающие от нечистого. Накладывают три чего-то там. Понимаю. Так. Дед Егор, дед Егор. О, трава. Подойдем мы к травушке. Адама голова. Адама голова. Эта трава помогает от легких ран. Нужная вещь на любом пути дороги. Поставим пять здоровья. Окей. Вот там. Старые какие-то кресты. Давно, видать, тут схоронили. Короче, народ там давно схоронили. Пойдемте к деду Егору. Ишь, нашла свечи. Да, молодец. Да, да, молодец. Сама догадалась. И зря я учил тебя. Что? Молодец, девка, что происходит? Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрыв не оставляй. Не то задавит нас нечистый. Начертить круг. Очертилась. Посмотри, дедушка. Разрыв нет. Ну, поздно теперь сумлеваться. Думаешь? Смогу я помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну, давай. Время пришлось забрать. У меня знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело. И хорошо с ней расставаться. Да. Ну, забирай. Уф. Сейчас мне надо нажимать на что-нибудь. Давай, отнижай. О, как я. Ишь ты. Эко-силище. Это из книги вылетело. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь голова, говори, что учили. Встану, не перекрестись. Да пойду на ростынь. На ростынь очерчусь. Да вкруг шагну. А затем и говорить буду. Купцы молодцы. Купите у меня кошку. За кошку дайте. Нецелковый. Неразменный. Нецелковый. Неразменный. Что? Да не колпак красный. А дайте разумение... Дайте разумение черное. Дозрение острое. Как сказала, так и будет. Слово камень. Вот и купцы пожаловали. Слово камень. Так разжевали. Это черная книга. В ней содержатся все ваши заговоры. Попробуйте использовать скудовское слово под названием Ураза. Нажмите кнопку для завершения хода. Нажал. Завершить ход. О, так слабенько. Хода не чистая сила. Слово, которое вы прочитали в прошлом ходу изменилось. Книга меняет прочтенные слова на следующий ход. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Защита предварит урон. Но исчезнет в начале следующего хода. Хм. Нажмем. Защита. Вход не чистая сила. Хотя анимации прикольные. Оу. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадет быстро. А теперь давай-ка составь полный разговор о заговор. Вы можете составить заговор нескольких слов. Сейчас вы можете прочесть три слова, о чем говорят пустои ячейки в верхней части экрана. Заговор. Заговор состоит из приказов и ключей. Сейчас вы можете прочитать заговор, состоящий из двух приказов и одного ключа. А, то есть там написано. А в книге есть закладки, которые позволяют быстро найти слова нужного вам типа. Так. У тебя больше ничего не могу? Угу. А где ключик взять? А, вот ключик. Все, ну давайте биться. Тим слабим. Удар. Минус четыре. Это защита. Это тоже защита. От нечистой силы. Неплохо молодец, Вася. Черт уж на ладан дышит. Да, я такой. Давай еще заговор другой и обратно его в пекло отправишь. Черная книга помогает вам познать врага. Вы можете заранее увидеть намерения противника. Внимательно изучите намерения чертей и составляйте свой заговор так, чтобы разрушить их планы. Понял. Так, учитывая, что они будут атаковать, нам нужна защита, скорее всего, да? Так. Порча, защита. И атака. Домы хороши, кажется. Или нет? Потому что открывается. Уф. Вот так подохла псина адова. Врата в ад. У-у-у. Хм, мы шли в аду. Черный разлом. Пойдемте к разлому. Нам же ни хер, нечем не заняться, да? Пойдем по разломам шастать. Почему бы и нет? А, неужели-то ты, Василиса? Мне стоит поздравить тебя. Ведь первая печать открыта. Осталось ли шесть? О, ну можешь ли ты открыть остальные? Это совсем другой вопрос. Желание, кто ты? Выбраться отсюда печать. Как мне печать открыть на книге-то? Разве ты не можешь догадаться сама? Кажется, я уже разочарована в тебе. Ага. Кто ты? Ты? Ты что, сатана? Как невежливая Василиса. Теперь я твой главный помощник, ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Мы еще успеем познакомиться поближе. Ладно. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может скоро ты встретишь своего возлюбленного? Кто достоин открыть сии печать? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле. Нигде, короче. Отпусти меня на свет, божий. О, не так скоро на свет, божий. Такое пошло специально в ад, и теперь просишь, чтобы ее вернули на свет, божий. Угу. Ты не забыл почему-то здесь? Я нарекаю тебя векшицей. У-у-у. Ведьма, сколько чертей ты берешь за услужение? Хм, а я не знаю одного или как можно больше. А я откуда знаю? Ну, мне пригодится помощь бесячая, потому чертей мне давай побольше. Мне нравится твой настрой. Но ты еще слишком слаба. На днях тебе вернутся три беса. Теперь ступай. Мы еще встретимся, если ты можешь открыть печати. Если ты сможешь. Хм, прикольно. Потому что тебе интересна на самом деле игра. Такая вроде мрачная, да? Но... Но... Черная книга. Я думаю, что я уже поздно спрашиваю, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети, да? Бля, прикольно. Молодцы русские ребята, а? Таких и поддержать хочется. Ну? Очнулась? Уже рассвела, пока ты в себя приходила. Я тебя дотащил до дома. Понимаю, не просто это. В мире окаянного-то побывать. Повидалась с бесами? Дома мы? Будто все во сне было. Окаянный векшилицей меня сделал. Ну, славно. Я же тебе говорил, давно бы колдуньей стала. Так может, новая быличка, что-то новая быличка. А что теперь? Предание говорит, что желание за семи печатями. Я первое-то открыть не мог никогда. Вот. Вторая печать осиновая. Как ее открыть? Может быть, черт на росту не знает? Да, думаю, тут нечисти не обойдешься без нечисти. А кого нам изловить такого осиного? Может, это мне голову поворожить? Может, в других книгах что есть? Ты-то и сама знатная. Колдуньей стала. И что? Знал, что не подведешь меня. Уж и весть об этом по кругу разлетелась, верно? Соседушки хозяев нашептали. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар-стар. Зубов мало-то. А стало быть, и сила колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку. Небось, и натолкнемся. Пока ты в себя приходила. Я уже с большинством посетителей поговорил. Один вон остался, за дверью ждет. Осмотри сначала на столе. Вон книга твоя лежит. Переплетать ее будешь сама, как учили. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый летовать начал. Все выяснило? Укаянные. Укаянные. За дело. Все поняла дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Уезду. Фигать, я думаю, такого ствони уезда есть. Может, и свезет нам с печатями. Не стоит затягивать. Кто знает. Может, коли пройдутся сороковины у парня твоего. Так все, не воротить его. С Богом. Итак. У нас один посетитель. Черная книга. Дед Егор. Пошли тебе к посетителю. Бог в помощь, Егор Юлампович Василиса Федоровна. Как можно говорить про Бога, если она только что в аду была? Я не понимаю. Ладно. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Вот с гостинцем я намолол молки. Что ходить вокруг да около? Как есть, так и расскажу. Че это неладно у меня на мельнице? Ночью молоть начали. А, молоть начали. Да как застучит. И тень потом заметили в угу. Эх, черна. А, ну мы бежать. Вы шибко, знатки. Так. Че делать-то мне? Крестьяне, духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в уловских делах. Ведь не зря вы стали знаткой. Если вы правильно ответите на вопрос знаткости, то вас ждет награда опыта. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Чтобы узнать правильный ответ на вопрос, вам необходимо внимательно изучить окружение и именно слов, в которые вы можете заглянуть в любой момент из меню. Также вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знаткости. Вы получите только половину опыта, если воспользоваться помощью. Угу. Время начальной работы на мельнице раздавали странные звуки или стень. Что может быть причиной? Хм. Знаткость. Не знаю. А, так, так, так. Темная книга. На этом экране вы можете менять состав классских слов в черной книге. Я, видимо, зря сюда зашел, наверное, да? Типа, ура, заруда, это не то совсем. Так, ключи. Той часть экрана располагает сохранение доступных вам страниц, которые или они включены. Но это не то, это же. Страницы можно сортировать с помощью специальной. Закрытые страницы вы получаете в качестве награды. Вы можете свободно менять состав страниц книги. В черной книге должен сохраняться минимум или максимум страниц. Со временем вы откроете еще больше страниц, которые сейчас закрыты печатами черной книги. Менять состав черной книги вы можете в любое время, кроме сражения. Так. Окей. Так, я не понял, где я могу посмотреть... А. Так. Так, кто ваш локация? Основное задание. Инвентарь. Карта. Черная книга. Инвентарь. Именно слог. Вот это именно слог, да? Так. Жил у нас в деревне мужик. Вот рассказывал, как у них. Мельник должен вношение шиши. А то ставит механизм. Подносил он часть муки и зерна, кроши хлебных. А тут один запамятовал. Ничего не давал. Встала мельница. Заглянул внутрь. Шиши гонош не сидит и пальчиком уградит. А потом разом пропало. Собрал мельник табаку в полночь. Насыпал его по углам. Пошла ведь мельница. Шиши гонорречить не стал. Но это нечисть получается, видите? Подсказывает точно. Это нечисть. Это и так было. Чё? Ночами-то мелишь? У тебя бесяки чудятся. Иисусе Христе. Ну так как жирного-то крутится? Нет ветра же, сам знаешь. Нельзя поначалу на мельнице работать. Так чё делать-то теперь? Я когда в ветрине состроился, почину делал. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный. Что вам поможет пригодиться? Так уж не лопатками возьмём. Ладно, Вася. Посмотри, что там нечистым. Может нам этот бес с книжным делом поможет. Сама понимаешь. Так ладно, посмотрю. С частями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. У него-то мельница хозяин не леший. А чёрт какой-то. Сама иди без меня справишься. А я поизучаю эти печати. А дома голова. Трава помогает от лёгких ран. Нужная вещь. Спасибо. Ну, а что бы не так туго было, вот тебе трава Адама. Подлечишься куришь, что? Давай-ка, потомся. Ну что? Всё образумело? Или что спросить хочешь? Мельница? Адама голова? Путь, конечно. Яс, всё, дед. Путь пора. Всё, давай. Ты должен не читать. Хоть болтать. Так, наверное, попортил саму кого. Пойди палать. Да. Вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь локации на карте будут новыми. Ага. Отправиться в путь вы можете только после того, как вы услышали всех посетителей. Вы можете посещать любые доступные места. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всё-всё-всё-всё-всё-всё. Мне мельница нужна. Так. Ваша локация. Где мельница? Старица. Лес. Бегичей каких-то. Так. Так. Старая мельница. Вот сюда, наверное. Необходимо завершить все задания пути к этому. О, боже мой. Я типа ещё пока дойду. Я должен всё пройти. Так. Ладно, друзья. На этом мы с вами закончим. Если вы будете смотреть, я продолжу снимать. Не будете. Я не буду снимать. Как-то так. В общем, всем счастья. Здоровья. Любви. Секс. Денег. Детишек. То, всё. Всем пока-пока.